Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем моделировать вот такое вот платье. С одной стороны оно простое, но с другой стороны мы с вами добавили такой вот очень интересный акцент. Это однотонная ткань, которая естественно является компаньоном и подходит по цвету. Мы когда будем рассматривать ткань, мы посмотрим насколько они гармоничны и хороши. Это у нас трикотаж кулир из интернет-магазина Тори Ткани, ссылочку вам оставим в описании. Сам трикотаж очень мягкий, тонкий, приятный на ощупь, ширина у него 1,85 метра, поэтому вполне мне хватило на платье одной длины. Длина изделия у меня составила 1 метр, то есть здесь даже я смогла раскроить и рукава. Производство Турция. Для зрителей нашего канала магазин предоставляет 10% скидку на первый заказ. Нужно указать промо-код ткани женщина. Отправка идет по всему миру. Итак, очень интересно здесь у нас именно вот эта вот полосочка, которую мы вставили, она придает прекрасный такой вот акцент и платье смотрится уже совершенно-совершенно по-другому. Также из этого магазина у нас такой вот идет очень интересный шнурочек, который также я применила. Я его сделала и на кармане, вот здесь вот немножко распушила. И сам шнур этот можно завязывать в виде пояса. Можно не завязывать. Это уже как у кого будет смотреться. Его можно как повязать, допустим, вот таким вот образом. Вот так вот, да, чтобы он свисал. Можно сделать, чтобы он свисал немножко. Вот у меня была задумка, чтобы он свисал как-то вот так вот, чтобы неровно был. Но в принципе, вот я смотрю, как бы без пояса, мне кажется, даже и лучше. Но опять-таки, это на мне, на моей фигуре. А возможно, кому-то подойдет и поясочек. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим моделирование на трикотажной основе, которая не имеет выточек. Сзади у меня нет ни одной выточки, ни одного шва. И платье шила я буквально за полтора часа, с учетом того, что у нас и карман здесь есть, с учетом того, что и рельеф я вставляла. Потому что просто все совместила, шила и все. Также вам оставим ссылочку в описании на основу, то есть на выкройку для трикотажа, которую вы сможете самостоятельно построить и потом шить все изделия. Это платье, сарафаны, свитшоты, футболки и так далее. Можно это платье, как вы видите, одевать и с босоножками, которые на каблуке. Также сюда прекрасно подойдет, допустим, балетки, кроссовочки. Тоже будет смотреться очень интересно. У меня, кстати, к этому платью еще так получилось, что есть вот такие вот тоже оранжевые очки. Тоже будет интересное дополнение. Итак, ткань подобрана. Фасон тоже. Поэтому нам нужна выкройка основа. И сегодня мы будем работать с выкройкой основы для трикотажа, которая, кстати, не имеет выточек. Я ее переснимаю. Полочку, спинку и рукав той длины, которой нам необходим. Спинка и полочка внесем небольшие корректировки. По спинке, кроме того, как мы будем корректировать с вами плечевую линию, расширять линию горловины больше никаких изменений не будет. Итак, вот я расширю буквально сантиметра, наверное, на полтора. Вот так вот складываю, ровняю. И немножечко по спиночке углубляю. Практически, можно сказать, на эту же величину. По переду делаем вырез по желанию. Я его сделаю, ну, хочу такой, я не знаю, скругленный, наверное, уже не хочу. Вот такой вот. Ну, можно сделать и скругленный. Хотя вот линия, которую я думаю делать, она все-таки больше подойдет для скругленного. Поэтому делаем вот такой вот скругленный вырез. Излишки срезаем. Постойку платье у нас имеет такую асимметрию, то мы должны с вами эту асимметрию прорисовать. И при раскрове мы будем использовать все-таки одну половинку. И от нее, собственно, и будем отталкиваться и работать. Спинку я убираю. Рукавчик тоже убираю. Он нам, как бы, нужен только для работы с тканью. А теперь у асимметрии. В зависимости от того, какую сторону вы хотите, вы выбираете. Я от линии плеча отступаю вот так вот сантиметров на 7. Это у меня будет кокетка. Она будет идти параллельно линии плеча. Затем определяю ширину полоски, которую я хочу делать, и место положения кармана. Сам карман будет у меня расположен ниже линии талии. Вот у меня линия талии. Сантиметров на 5, на 6. Ну, вот так вот я возьму 6 сантиметров. И пока для себя вот такую пунктирную линию прорисовываю. Это начало кармана. Какой он будет величины, сейчас тоже мы определимся. Потому что полоска, которая у нас будет проходить, она нам нужна, чтобы она была у нас по центру кармана. То есть вот здесь вот будет идти. И затем карман. В зависимости от этого мы смотрим расположение кармана. Допустим, я буду делать вот так вот полосочку сантиметров 14 от края. Вот так вот у меня всего 26. Значит, возьму вот так вот даже 13. То есть вот это вот расстояние я поменяла. И смотрю тоже 13 сантиметров. Это у меня будет точка центра полосочки. Вот я ее пока вот так вот прорисовываю. И далее, если я эту полоску вот так вот под прямым углом проведу, то сейчас посмотрим, куда она у меня выйдет. Вот смотрите, замечательно. Она у меня и здесь вышла четко по центру. Да, именно по этой линии. Значит, мне все это устраивает. Все подходит. Поэтому теперь вот у меня как бы центр этой полоски. Беру еще 13 сантиметров вот здесь вот внизу. и далее опускаюсь. Все это делаю для того, чтобы создать правильную такую конструкцию. И для того, чтобы и размещение полоски было относительно линии плеча тоже по центру находилось. И всего полосочку я сделаю вот такую вот, ну, сантиметров, наверное, 5. Поэтому сейчас я откладываю 2,5 и 5 в разные стороны. Вот так вот я прикладываю, да? Вот идет 2,5 и 5. И сейчас прохожу относительно серединочки полоски. Проходят вот у меня линия. До самого низа вот здесь вот откладываю 2,5 и 5. И соединяю уже метровой линеечкой. Сама линия, которую мы сейчас прочерчиваем, она, конечно же, может быть разной ширины. Она может быть разной формы. Не обязательно это должна быть такая полоска шириной 5 сантиметров, вот как у меня. Это может быть все, что угодно. Вот здесь мне хочется немножко-немножко ее вот так вот как бы повернуть. Все, сама полоска есть. Итак, вот у нас идет ткань-компаньон с одной стороны. Именно по одной стороне мы делаем. Точно так же по одной стороне у нас идет полоска. И теперь сам карман. Какая ширина кармана должна быть? Так, чтобы было удобно войти, допустим, вот у вас рука хорошо входила. Вот у нас центр. Значит, я возьму 7,5 сантиметров в одну сторону, 7,5 сантиметров в вторую сторону. То есть всего 15. И вот теперь мы определились. Тоже опять-таки я иду от центра, чтобы у нас ничего не смещалось. Длину кармана определяем по желанию. Какой он должен быть, смотрите сами. Ну вот он у меня получается 16 сантиметров. Вот так вот я откладываю 16 сантиметров. И он практически как бы квадратный. Можем посмотреть на него. То есть чуть-чуть он у нас вот такой вот идет. И тоже, конечно же, он весь такой же цвета. Сам карман сейчас я переснимаю. Место расположения кармана тоже нужно будет отметить на ткани. И приступаем к раскрою. Место расположения кармана тоже будет отметить на ткани. Место расположения кармана тоже будет отметить на ткани. Вот я раскроила. Ширина ткани у нас 1,80 м. Поэтому вкладываемся мы в одну длину. Здесь же у нас еще плюс. И рукав, как вы видите, тоже полностью вмещался. Вот видите, от него все, что осталось. Как дырка от бублика, так это то, что осталось от рукавчика. Теперь нам осталось внести изменения и корректировки, конечно же, в полочку. Итак, вот у нас полочка. По полочке, пока она вот так вот сложена у нас, я делаю разметку центра. То есть чуть-чуть высекаю по центру низа и сверху. Раскладываю. Можно на лицо, можно на изнанку. Здесь как бы не столь важно. И, конечно же, определяем с вами, с какой стороны будет эти карман. И я буду делать его с правой стороны. Вот у меня будет правая сторона. Поэтому прикладываю. Вот так вот ровняю. И сейчас по правой стороне буду вносить изменения. Вот у меня центр. Вот эта линия. Вот. Выкладываю. Вот так вот. Здесь можно придавить. Можно не придавливать. Как угодно. И теперь, что нам необходимо сделать? Ну, конечно же, нам необходимо вырезать вот эту вот полосочку. Плюс отрезать кокетку. Поэтому я сейчас проделываю вот что. Вырезаю саму полоску. И выкладываю в той же последовательности, вот как есть. Только совмещаю четко центр. Как вы это сделаете? Смотрите сами, как вам удобнее. Детали, которые мы выкраиваем, должны быть с припуском на шов, конечно же. Поэтому не забываем. Полоска шириной 5 сантиметров. Когда мы будем ее расстраивать, мы должны не забывать о том, что у нас есть припуск на подгибку низа. И о том, что косой срез будет идти все-таки к линии плеча. Место расположения кармана тоже сразу же можем здесь определить. Вот так вот. Отрезаю. И теперь смотрите, что я делаю. Вот я обозначила четко центр. Вот он у меня. И чем-нибудь можно придавить. Можно ножницами. Например, можно... Я использую блины от гантелей. Они у нас все-таки такие чудо-чудо. Хорошие в плане того, что ничего никуда не сдвинется. Они тяжелые все-таки. Вот мы прикладываем. И следующая полосочка. Совмещаем. Вот линия талии. Видите, вот она у нас проходит. Здесь мы все выложили. И вот здесь я тоже беру, придавливаю. Вот так вот. Одну и вторую. Можно теперь булавочки использовать. Вот так вот булавочками. Еще краешки пристегнуть. Саму полосочку можно убрать. Она нам уже не нужна. Мы ее будем вырезать из другой ткани. И теперь смотрите, что я делаю. Сразу же беру линейку. И вот делаю припуск на шов. Обозначаю припуск на шов. С одной и с другой стороны. Обозначаю линию талии. Вот такие вот точки поделала я контрольные. Потом все это линеечкой соединяю. По линии талии сделаю надсечки. Какой сделать вам вот здесь вот припуск? Зависит от того, и какой ширины у вас будет идти шов, конечно же. На чем вы будете шить. Это может быть сантиметр. Кто-то может быть сделает полтора. Я делаю буквально миллиметров 7-8. Потому что сшивать буду оверлоком. То есть вот намечаю все. Припуски есть. Вот здесь тоже самое прохожу. Одна, вторая сторона. И, конечно же, могу вырезать. Вот та деталь, которую нам необходима. Вот здесь вот сразу для себя нужно определить. Как она идет? В одну сторону, во вторую сторону. Но у меня вот здесь вот она развернута наизнанку. Да, сейчас вот я посмотрю, как у меня правильно выкладывается линия. Это неправильно. Вот. Значит, вот здесь я для себя обозначаю плечо. Вот плечевая линия. Плечо. И я буду знать, что эта сторона идет к линии плеча. И сразу же определяю точки соединения. Вот они у нас. Идут. Одна и вторая точка. Отрезаю. Вырезаю эту полосочку. И ее просто выбрасываю. Место входа в карман мы с вами можем потом обозначить. Либо взять, то есть нанести, либо просто опустимся вниз на 6 см и будем располагать его по центру. После раскроя, вот смотрите, я совмещаю. И вот здесь я провела по изнаночной стороне водорастворимым маркером линии. Ширина 5 см. И именно по этим линиям буду делать строчку. Таким образом мы с вами избежим деформации. То есть четко выдержать 5 мм сложно. А вот так будет уже не сложно и правильно. Отмечаю линию талии. И по линии талии складываю. Прокладываем. То есть фиксируем. Вот она у нас линия талии. А строчки прокладываем именно по стороне. Там где четко видна линия 5 см. Все. Теперь вот так вот я все складываю. И последовательность пошива у меня будет такова. Сначала я вшиваю вот эту вот линию. После чего у меня идет, конечно же, деталь кокетка. Карман я вырезала с припуском на швы. Вот у меня будет подгиб. Здесь будет обработан просто оверлоком и проклею флизелином, либо дублерином. Подверну. Вот эти части тоже у меня все будут загибаться. И потом я уже буду пришивать на свое место, конечно же, готовый карманчик. То есть я его все прометаю, все сделаю. Потом буду пришивать. И сюда же на карманчик по центру у меня должна будет идти вот такая вот декоративная прелесть, которую тоже я должна буду обозначить и нашить, чтобы ширина была кругом одинаковая. Кстати, можно вот такие вот растрепочки оставить. Будет очень красиво смотреться. Зафиксировать с одной стороны, с другой стороны. И пускай они висят. Сделать кисточки. Вот сейчас я смотрю, я хочу тоже все растрепать и сделать кисточки, чтобы они свисали. Вот весь принцип. Затем, когда мы собрали переднюю часть, уже карманчик на своем месте, тогда соединяем со спинкой. Пришиваем с вами, сточать плечевые срезы. После того, как сточаю плечевые срезы, пока еще боковые не буду трогать, вшиваю в открытый срез рукава. Потом сшиваются боковые швы вместе с рукавами. У нас, кстати говоря, выкройка основа. Идеально подходит и рукав. То есть вот здесь вот никакой при посадке ничего не нужно. И затем соединим одним швом рукав и боковой срез. Обрабатываем низ изделия, низ рукава. И, конечно же, горловину платья будет готова. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok